Данные трубы используются в основном для водоснабжения и отопления. Это один из резидентов промпарка Нижнекамск. Они выпускают полипропиленовые трубы, утеплители и перчатки. В проект вложено 38 миллионов рублей. Создали 21 рабочее место. Сейчас достраивает новый корпус. Собираются выпускать штапельное волокно. Это стало возможным благодаря льготному займу строительства. Компания получила 15 миллионов рублей. Плюсы того, что я здесь, это, во-первых, бесплатная земля. То, что я здесь размещаюсь, бесплатная земля. Нулевое подключение по коммуникациям, электрические сети, вода и так далее. Я не должен платить за мощности. У меня все подведено к участку. Воспользоваться господдержкой планирует и компания по производству электротехнической продукции. Сейчас здесь трудится 21 сотрудник в планах расширения. Любая помощь, которая есть от государства, она в дело, в тему. Поэтому это реально нужно для нас. Промышленный парк открылся в 2018 году. Он создан благодаря федеральному и республиканскому финансированию. На данный момент в Нижнекамске 13 действующих резидентов. Промпарк Нижнекамс загружен на 55%. Для таких Минэкономики Республики разработала концепцию развития. Она была утверждена президентом Татарстана. Резиденты не платят транспортный и имущественный налог. Снижена ставка по упрощенке. Им возмещается часть отрат на электроэнергию. Предоставляется заем строительства до 30 миллионов рублей. И льготный микрозаем по 4,5% годовых. Данными мерами поддержки предприниматели смогут воспользоваться. В случае, если они осуществляют свою деятельность на территории промышленного парка, расположенного на территории муниципального района, заполняемость менее 70%. Татарстан в числе лидеров в России по количеству промпарков. Они есть практически в каждом районе. 1500 компаний, резидентов, 40 тысяч рабочих мест. Это одно из перспективных направлений развития экономики Республики. Альбина Валеева, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск.